всем привет зрители и подписчики канала на youtube итак мы сейчас среда 7 декабря время у нас уже первый час владик собирается в школу сегодня не стала с утра самого снимать занималась кое-какими делами затем позавтракали с ладиком что мы еще делали ничего такого особо не делали у меня были страх кое-какие дела плюс еще позвонила моя мама подруга пока с ней поболтала тоже долго проболтал пока узнала как узнать наши как дела там давно с ней не мы с ней поздно раз общались на кладбище когда маме было четыре года но на кладбище чтобы не поговорить не поговоришь а сегодня позвонила поболтали с ней так мы что маленький наш сегодня в саду как я и говорила что принципе если не собиралась их вести в садах то оставить дома связи с их кашлем но вчера когда забирала садика илюшку и попросила воспитательница его привести хотя честно скажу что мы с кашлем вообще-то награждай так это видел то что мы как я и вчера еще говорю что каждый первый ребенок с кашлем но она сказала что я по возможности если ребенок будет без температуры пожалуйста привести у них там себе какая-то не знаю репетиции на репетиции там не за что почему и на сегодняшний склад что скорее всего мы уже до 4-5 точно не придем у нас в среду просила на привести что-то там не будет такое серьезное репетировать и плюс как сегодня с утра в вероникиной группы и воспитальниц день рождения поэтому тоже с вами построить и поздравлять ее кстати не знаю реально чудодейственные наши народные средства сегодня как вы вчера подышали ангалятором с потом попарили ноги в горчицы давать картошку на грудь и дети у меня ночью спали как ангелочки ни разу не кашлянули даже с утра илюша стал практически вообще без кашля и конечно понимаю что я опять заберу его с сада опять будем с кашлем потому что дети кашлят ужасно в саду но только вот из-за того что с меня прислала воспитанница его повела так конечно надо пересидеть все дни дома владик что ты забылся а всем привет иди сюда и собираешься в школу собираешься же ты все собрался ног собрано все все физкультура не забудь форму давай так на улице нас чудесная солнечная погода про на морозная погода и девайс на ткреме уже утро мы вышли просто было реально мороз не было градусом но было очень-очень холодно можно даже не так было холодно как этот ветер про он с утра был сильный а сейчас все стихло хорошо солнечно и безветренно так ой-ой-ой-ой лайк отправляется у нас в школу школу я сейчас буду заниматься кой пошел домашними делами сегодня надо будет убираться дома хотела украсить зал и начали уж не точно скушает у меня уже каждый день говорит мама кайта украсишь коту кратчера шли с садика прямо мама почему-то не украсила опять игру илюшенька некогда на ребенку то не объяснишь что маме было некогда в течение дня ой тем более маленькому вырос вас взрослый поэтому сегодня у меня в основном заниматься всеми домашними делами но увидимся с вами попозже буду показывать в процессе что я делаю итак начинаю украшать наш зал вчера когда была магазине на складе купила такой колокольчик и гирлянды нас стоит лампочек 100 лампочек получается да вроде бы 100 лампочек сейчас буду украшать так и нашу гирлянду елочную которым покупали сережда в ленте попробую посмотрим не получится как это все будет выглядеть сначала решила все развести потом уже убираться потому что где-то блестки раз это еще раз сначала буду буду наводить квартире порядок вот такие снежинки я украшу окна как илюшу просилась у снежинки повесить снежинки и наклейка на окошко такое елочка морозово сейчас сначала буду делать гирлянду итак время у нас уже четвертый час я еще даже не начинала убираться вообще какой-то кошмар дома полный хавоз повесила снежинки в комнатах на кухне в зале такое мороза но больше всего времени у меня ушло от на эту гирлянду такая красота получилась в итоге мне хотелось просто сделать при повесить аккуратно с минимальным ущербом для стены соответственно и поэтому очень долго с ней промучилась во первых очень долго не могла я сначала распутать настолько сильно не и закутали на базу была полностью сложенная что не начало не конца найти на минут 10 потоку чтобы найти начало этой гирлянды очень сильно была скреплена она пока расправила пока ну самый самый большой вопрос это стала и как ее повесить на скотчем даже двуни ни односторонним не двухсторонним она не держится на английский булавках она просто спадает гирлянда тяжелая итоге нашла способ ну не знаю надеюсь будет нормально держаться так и очень подросток не последовательно до розетки все-таки гирлянда надо никаких тройников уже вешать все прекрасно хорошо держится повесила также баннер с новым годом который покупала фикс прайсе а и теперь надо срочно начинать убирать это же дома ужасно вообще грязно вот сколько ел от елки тихо церкви гирлянды елочные всяких елок и год например что вообще не творится тут у меня тоже полный велосипед стоит самокат которая стоит в тамбуре так как все сосед соседи там выносят мебель и загнала чтобы не мешал сюда выкидывать старую мебель что-то новое что купили и потом поэтому естественно чтобы мешало занесла сюда сейчас сюда повешу наш веночек где где-то куда я приготовила его и куда-то уже дело а вот он наш веночек который у нас висел в том году сейчас повешу сюда над дверкой сейчас я уже убираюсь пересадила цветы все каких тут подцепила земли как собиралась также эти цветы пересадила и решила снять такой закат ним так не знали вот плохо это на кухню переду такая красота у нас сейчас за окном садится солнышко такой закат сценарий видео хуже передает нежели на самом деле есть все такой красный прямо яркая не а не такое все равно ярко-ярко-красная вообще на улице очень очень красиво жалко что камера не придает всей красоты что сейчас у нас на небе о так лучше так уже лучше смотрится продолжаю убираться сейчас буду быстренько мыть полы уже за счет заканчивая плясу сейчас быстро мыть полы и вскоре назову собираться уже будет с нашими детками конфетками так ну что закончила я уже полностью с уборкой все всю квартиру убрала все убрала по местам и игрушки детские куда-какие перебрала что снял целый день просто занималась уборкой и все равно не все успела сделать потому что я хочу почистить сантехнику полностью но до нее руки у меня уже не дошли просто не хватает времени точнее надо уже выходить за маленькими в садик идти специально закрывать еще окна чтобы или уши у нас пришел свои снежинки посмотрел который мне требовал все эти дни повесить пускай любуются так влог у нас влог у нас еще не знаю что у нас влогом никакую не хочет у них как раз выгружаться уже выгружается больше часа продасталась 6 минут слава богу но еще время на обработку сколько я уже второй раз его представляю время сначала думала на пол шестого на на 5 часов потом на пол шестого и в итоге стоит на 17 часов надеюсь он все-таки выйдет в 6 часов и то сомневаюсь то что что-то загрузка у нас никак еще обработка пока она выгрузится не знаю владик как дела в школе хорошо что там сегодня ничего никаких оценок нету нет давай садись снимать тоже мальчишек в комнате снежинки на окнах на одну на книжке а давай ночью раздевайся все вешай убирай владик вот это все кучу нет не в стирку это надо перебрать и все аккуратно повесить сколько можно за из уроки заторного урона назад она много уроков у нас дальше тренировка поэтому надо сейчас сразу все начинать делать устал отдохните чуть сразу руки хорошо сночек пошла я за маленькими увидимся немножечко попозже но и где там они уехал а вау я не хочу дома сидеть не хочешь дома сидеть скажи всем привет всем привет ну вот так сказала илюш что он зато останется дома у нас уже все и слезы были все что на свете было не хочешь дома сидеть хочешь садик илюшла на давайте с тобой понаблюдаем за твоим кашлем сегодня хорошо как все будешь чувствовать ладно и тогда уже посмотрим ладно лапочка вероника уже ушла да пошли скорее догонять нашу веронику дима у нас посадил веронику на санки покатил вперед жених повез илюша не спеши пожалуйста там с ними маша впереди пошла сугробы на улице и морозец такой хороший вероника что это такое что это сверкает да это не это не ваденье это с новым годом это с новым годом мама повесила с новым годом да ты еще не здоровалась сегодня красотка я пришла сегодня ты пришла сегодня да ну а привет всем сказать всем привет вот так вот всем привет что это ваш это что а привет ул моя зайчка сейчас елочка крутится сейчас елочка крутится да а ты видел свежинки какие на кне да видел да там мороз у нас еще да вон висит на окошке что не заметил нет я не знаю каким чудом какая то что саду она не кашляет ни один и второй ну так покажут сильно а да ты что красавица да ты что только глянда вот здесь еще ты кашляешь на саду или нет нет ты чуть-чуть только дома что кашляешь сильно и посмотрим как за ты будешь чувствовать понял меня как будет ночь как будет что-то будет вечер сегодняшний тогда русского я не придем а мне сказалось почему вас не придет ваши дети тут нормально по сравнению с другими вообще как бы идеальные но не знаю короче я хочу ставить дом чтобы не это не заразиться совсем как я уже говорила сегодня об этом так это как это давай а вот рвемся в театр ага ага ладно посмотрим что будет сегодня вечером ночью и завтра а вот так мама повисла красиво мама что что такое вероника твои сандалии да красивые сандалии у тебя положи сандалии а зачем им такие сандалии он же мальчик и девочка да а ты девочка да покажете красивые сандалии в садике да закрытыми носом с открытым носом ну все домой пока одни другие там остались а у нас все на выбор юбки на выбор в саду платья на выбор в саду да вероника босоножки на выбор в саду только сейчас мама другие принесла эти пока забрала ну не на ту ножку надеваешься вероника это ее да резинки еще не захотела заплетать волосики свои красивые что ты вероника так обрезничала сегодня ни мне и ни воспитательности никому не далась заплетать в саду нет ну как хочешь ходи лохматая лохматуха так ладно пойду что-нибудь купить я поздравляю а ты всегда с утра Иваникой воспитательной поздравляю моя умничка ну то есть я тоже бывший воспитательный ты правильно когда был маленький к ней ходил поменьше в эту группу да мам я хотела сейчас есть тоже хочешь есть ну сейчас скоро будем кушать пойдешь я что-нибудь перекушу ой неудобно снимаю на телефон переворачивать я сегодня за день вообще ничего не ела кроме двух овсяных печеней с кофе что попила у меня не знаю как-то утром я не хотела потом просто было некогда не покушать не позавтракали пообедать и не поужинать и уже вот сейчас просто реально кружится голова потому что целый день что делаешь 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 на ногах и кроме двух овсяных печеней ничего во рту еще не было потому что Владик то с утра я покормила позавтракал я попила слепушку кофе и все потом пойду срочно что-нибудь перекушу иначе я с нее точно упаду а потом будем дышать вот подышим Илюша да и потом будем уже кушать ладно зайка так сейчас буду проверять домашнее задание Владика все сделала или нет еще все можно проверять да иди пока я сниму нас просили делать обзор на учебник по которому учится Владик ну и начнем с учебников по литературе получается у вас учебная хрестоматия часть первая и просто литературное чтение это получается сам учебник а это идет уже как дополнение к нему тут всякие тексты отсюда она также читается ну как обычная хрестоматия и поэтому и поэтому выполняется задание в учебных в учебной тетради только я что-то ее не вижу где она делась наша учебная тетрадь так это у нас наверное русский 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 она что не сдали ведь на тетрадке по чтению что нету ее смотрю так русский язык русский язык у нас тоже у нас получилась программа 21 века вот такой у нас учебник и к нему идет вот такая тетрадка пишем грамотно так кончилось место на камере не забыла удалить предыдущие влоги что вы тут прятки играете да аккуратно тихо полицию я убегаю а он полиция убегаешь так все это наш русский язык я уже показала следующий предмет окружающий мир окружающий мир вот такой небольшой вот учебник сейчас мы еще проходим часть первую как раз подходит уже к завершению что у нас тема переделывать английский язык тоже также у нас идет учебник такой третий класс и к нему рабочая тетрадь тоже что там такое там война там война домашняя рабочая тетрадь вся идет с у нас с заданиями получается каждому уроку идет урок 8 получается и к этому где у нас ладик урок 8 найти будет тебя и по этому уроку получается у нас урок 8 и к нему идет домашнее задание надо тихо-тихо сначала изучаешь в учебнике а затем так тише 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 так ну и так в принципе каждому уроку получается так ну и математика математика владишь владик сынок а у нас нету а вот она нет нету или вот она это старая что ли тетрадка уже это это же третий класс первый и четвертый это уже закончена да а остальные где новый новый нету собой а вот она давай давай ну или тихо-тише математика третий класс и получается за учебный год у них получается такие 4 рабочие тетради не используют это была номер 1 2 и получается после 3 или 3 нет 3 на м тетради точно не помню в том году по моему было 4 а в этом не знаю сколько будет также с различными заданиями умножение и деление проходит получается тут тему ну и по сути уже примерно такая же задание в рабочей тетради что упало аккуратно надо это все учебники еще по моему вот тетрадки по литературному чтению они сдали и что-то еще или все наверное уже нет наверное все все предметы которые мы сейчас изучаем я вам показала так ладно все буду проверять домашние задания надо уже дышать нам еще никак не можем бегают прыгают играются Вероника покажись нам что ты надела все и сразу да и футболка и шорт и колготки и кофта такие мы красавицы ходим по дому растрепанные правда да угу кто растрепанная Вероника да давай хоть хвост дома заплетем давай вот так вот вот поговорите с ней заплетем сейчас пойдем заплетать значит хвостик маму руки проверить пойдем заплетаться хорошо смешно Владик что ты прячешь что прячешь что прячешь смешно сам смешно что написал сейчас проверять домашнее задание я была очень удивлена одному слову Владикому вот задание надо ставить пропущенные буквы естественно почему то ребенок вместо это точно что пришло ребенку холодно у меня и с чем он с гробами и с капустой да ладно именно с гробами Владик с чем он наверное с грибами и с гробами ну это вообще ну это вообще иди исправляй гробами иди Вероника Вероника не надо к нему влезть исправляй здесь ошибку у него какая буква должна быть и и конечно гроб ой Владик насмешил это такая шашка да и где у нас получается в чем буква вставленная в корне в окончании ну грибами гриб ну гриб пора корень вставить так нельзя нельзя Вероника драться так вот так у нас Владик делает ой так мы решили показать как у нас тут все светится наша елочка в темноте красавица Лад ты не тот режим поставил для этого ну ладно пускай гирлянда гирлянда и тут у нас как светится красиво поменяй другой режим Владик поменяй другой режим чтобы было по это ну ладно пускай а так вообще ничего не светится ну ладно вот такая у нас красота получилась ну хорошо пускай будет так ладно конечно все равно камера так не передает на самом деле красиво ну вот видишь не так не так не так выключай свет включай свет где наши пульты не видел пульты у телевизора я выключаю я выключаю не надо не надо не надо это не надо не надо все поломаете она лебезная вообще розетка сама аккуратно очень надо все делать все так так ну что мы уже помылись поужинали помылись все делали быстро некогда было снимать так что я бегом ужинали проверяла сядь хорошо Илья проверяла уроки сейчас окружающие записывать еще не забудь что куда ты полезла не надо свет выключать мы же снимаем ничего ж не видно будет если я сядь на место пожалуйста уrado мы уже показали нашу елочку Ильюше Илья ты меня слышишь показали Великоскопск в Mondale да Мама показали показали все помылись потом попали мякл сядь на место пожалуйста я ничего не знаю что ты прыгал по полу мне залезай давай но Эвена Я слышу тебя. Сядь на место. Так, сейчас... Не надо. Будем приказать на грудь, он уже ложится спать. Вероника, включи свет, пожалуйста. Не надо. Надо. Ничего не видно. Нет. Ты что командуешь? Это кто такой злой? Это кто такой злой, а? Это кто такой злой? Это кто такой злой у меня? Я хочу ночью вот эту. Ночью мы спим. И включать ее не надо. Так. Злечка. Маленькая злечка. Так, все. Давайте готовиться ко сну. Кстати, нам писали про комментарии, что можно делать сеточку господи, йода на ножках и на груди. Спасибо за совет. В принципе, да, я знаю про это. Но у нас Филюша категорически не дает ничего себе мазать, да? Нет. Не будем мазать? Я вижу, ни в коем случае не сломала. Отойди, пока ты не сломала. Отойди, умница. Ключи. Ключим потом. Зайдите на диван, давай, залезай. Это на крайней катастрофу что-то помазать. Потому что не надо бегать. Вероника, у тебя какого-то просто надо? Сядь на диван и сиди. Вот так. Моторчик в одном месте у Вероники нашей. Вот мало тебе. Ну что, бегаешь, потом жалуешься. Сейчас я скажу, что на покое ухо. Так, ну что, будем прощаться? Всем пока и столько ночи. Ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на наш канал. Всем до свидания, ставьте лайки и в комментариях. Сейчас пока увидимся, ладно? Мы увидимся в 4-8-м. Мама, катушку пока положи. Катушку, конечно, положу. Дизлайки, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Молодцы! И Валь, все пока! Да, у нас Милюша в сад собирается, намыливается идти. И я пойду. И ты пойдешь тоже. Не хочешь дома. Не хочешь дома? Хочешь в садик? Ну, посмотрим, Папа, как будет сегодня ночью. Хорошо? Посмотрим. Посмотрим, Милюшка. Так, все. Всем хорошего дня. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok